То, что ты пропагандируешь, это хорошо, да, но людям не до этого, они еле концы с концами сводят. В 2011 году я этого не понимал. Я этого понял только после рождения второго сына. Каково тяжело вообще молодым семьям. Всем молодым семьям тяжело. Вот, и потом капля за капля, увидев все, что происходит, все, что делает с нашим народом, я понял, особенно после того, что произошло в Сит-Крилле, то есть приходят полицейские на флешмоб к молодым ребятам, которые на голом энтузиазме, да, что-то делают для своей родины, для своего народа. Они, приходят пять человек и прекращают все это дело, грубо простя вот эти бумаги там, о каком-то согласовании. Когда мы уже, я не знаю, с 2011 года проводим эти флешмобы, все было нормально, и тут они с такими глазами прибегают, типа, где согласование с мэрией, бумаги, разрешающие вам проводить флешмоб. Так как второй состав Ит-Крилле, ну, первый состав в 2012 году разошелся, можно так сказать, ну, каждый начал двигаться по-своему, да, и все, ну, то есть это нормально. Приходят в организацию люди, они достигают какого-то потолка в своем развитии, допустим, творческом, да, для него Ит-Крилле, допустим, был какой-то творческий, пусть каждый же там свое видел в этом Ит-Крилле, каждый трактовал Ит-Крилле по-своему, и вот, и он отходит. А вот эти ребята, они молодые, я взял на себя и, ну, как я сказал, я организатор, они мне повели протокол, допросы, короче, потом суд был, я не хочу, это сейчас не имеет значения, здесь только, ну, да, об этом говорить, что было, да, суд, там, то, что на суде мне говорили, вы говорите там на непонятном нам калмыцком языке, то есть, я говорю, а как, как я этому калмыку говорю, да, калмыц, это все халимгат делает, я говорю, как, а что я халимгат, значит, я у себя в столице не могу говорить халимгат, что ли, в микрофон? Ну, это же, вот, опять, очередная многомиллионная капля, унижающая мое национальное достоинство. Я просто не хочу все детали комментировать, подробности вдаваться, что там произошло, я только один момент скажу, красная ниточка идет, да, все эти события, которые тогда были, до этого были, не со мной, с другими, да, сейчас что происходит, это геноцид нашего народа. Легитимность выбора, вы вообще о чем говорите? Халимгат, ну, хватит, уже наши авы и эти верили в советское время, что выборы легитимно проходят, да, там. Я сам верил, пока, знаете, от Иткыль не был выдвинут в молодежную палату, от Иткыль. Многие тут кремлеботы, так сказать, хотят сказать, что от Единой России, там. Нет, я от Иткыль вышел, был в молодежной палате, которая не была политическим каким-то. Это был всего лишь консультативный молодежный орган, просто театр, да, чтобы якобы они развивают, там, парламентаризм в Белом доме. И когда я был председателем этой молодежной палаты, они меня за меня проголосовали, я сам не ожидал. Должен был вообще кандидат от Единой России, с молодой гвардией пойти, а тут они меня раз проголосовали. И когда я попал в избирательную комиссию один раз, а там была одна, Халимберген, я не буду говорить ее имя, чтобы не навлечь на нее проблемы, но она была из тех, кого я в своей голове всегда делил. Юстан Халимгуд, этнически мыслящий, то есть стремящийся к свободе, уважающий свое достоинство, да, Халимдар Кель, наверное, и которые советские Халимберген, которые после геноцида, я их не осуждаю, это просто продукт издевательства советской власти над калмыцким сознанием, выжигание из его сознания всего, то, что нас идентифицирует. Но, Кель, да, вот это все, мысли о государственности и так далее. И вот она, знаете, что мне сказала? Я у нее пришел, а там со мной молодые гвардейцы были. Ну, пацан один с молодой гвардейной, Мельмарчику, короче, он Халимгар Медхаши. Я у нее сказал вот так, спросил вот так, Халимгар, да? Как выбирает вообще главу вот этих всех чиновников? Вот те гости не кюнер джирхля, да, даже хоштебя до какой-нибудь точке приедет. Он сможет стать, если он заявит свою кандидатуру, да, участвовать в выборах и так далее. Халимгар спросил. Она мне Халимгар засмеялась, говорит, ты что, говорит? Я хочу жить, говорит. Мы, говорит, эти бюллетени даже не считаем, говорит. И все, вот эта фраза второй раз я услышал. И говорит, какие проценты, да, и мы объявляем, а народ верит. Потому что советская культура, менталитет, ментальность у калмыков, как и у всех народов России, она такая. Что по телеку сказали, что сверху сказали, не подвергать сомнению. Далай Бакши, наверное, может, одной из причин, почему ее не пускают, он как Махат Магани, он всегда говорит, да, как Бурхан учит, да. Подвергайте все сомнению, анализируйте, не принимайте слепо на веру, да. А я верил в то, что выборы реально проходят, бюллетени считают. Там же эффективно всякие вот эти проходят же пиар-компании, якобы там вбросы-вбросы, чтобы придать легитимность выборам, якобы их считают. Их не считают вообще, я считаю. Ну, это мое личное мнение, я могу ошибаться. Получается легитимность выбора Бату под большим сомнением, ну, для меня. И легитимность выбора вообще там, на территории всей Российской Федерации. На уровне же Федерации все проблемы же идут. Не Батувинова, он просто раб высокооплачиваемый, который не может, раб никогда не сможет даровать свободу своему народу. Он сам раб. Трапезико тоже, он там, чиновник, он в системе. Так вот, опять-таки завершу этот тезис тем, что в 2011 году я мысил так, потом не сразу, путем долгих наблюдений, размышлений, капля. Капля за капля я прошел к тому, что... А два летят, что ли? К чему прошел, да? Не, улика с Белосии работает? Не. Там, кстати, вот эта фраза, это была тогда, когда меня за флешмоб привлекали к ответственности. Когда меня допрашивали, я старался через знакомых, как у нас принято, да? Все вот так, незаконные пути, да? Ну, я адаптировался, я звонил, говорил, намага, овчана, менты здесь, там, все дела. Суд хотят какое-то объяснение требует. А мне, знаете, что ответил мент? Халюмгар. Да я не знаю, что это такое. Эту же фразу. То есть, даже на суде, который с пеной у рта до последнего бился, халмык, молодой милиционер, да? Полицейский. Он бился до последнего, чтобы доказать мою виновность. Говорил, что я говорю на непонятном халмыцком им языке, да? Что я там националист, экстремист. Ну, такие у него намеки, как сейчас происходит, информационная обработка, подготовка, так сказать, да? Ну, как? То есть, я их даже не осуждаю. Мне их реально жалко. Ими движет страх. А причина всех страхов, да? Чиновников, полицейских, да? Это привязанность. Они цепляются за работу, кто за что, кто-то за детей, слишком в крайность привязан. Я не говорю, что нельзя быть к детям привязанным. Их надо любить. Но когда в крайность привязываешься, ты мало того, что из них эгоистов растишь, да? Сюсюкаешься с ними, так еще и начинаешь из-за своей семьи такие страшные вещи делать. Из-за каких-то там. Халмыков из Сибири, и благодаря его усилиям, чтобы реабилитировать себя перед мировым сообществом, они там государство якобы восстановили, там чуть тиски разжали. А потом в 70-х годах опять по всесоюзному телевидению давай, короче. Мне даже со спецслужб мой друг рассказывал, его отец в спецслужбах работал, говорил, что все эти суды над калмыками, они не просто так. Калмыки начали, духом восприяли, начали. Это все благодаря Джабу Бурхинову тоже. Не надо читать только советские книжки. Читайте Санджи Балакова, читайте Ремелеву. Читайте какие-то, я не знаю, вы хотя бы ООН почитайте официальные документы, что коммунизм наравне с фашизмом. Не надо верить там Путину по телеку, говорит. Кто плохо говорит про Сталина? Они нападают на Россию. Меня вообще задевало еще, когда я был в Калмыкии, да? То, что в соседних областях уже Сталин вот эти бюсты поднимает. Это что такое? Это национальное мое уважение к себе. Это мою память, мою авы, эйджи, да? Переживший геноцид. Это что такое вообще? И когда я был, работал перед отъездом, откачевал в Москву, тогда все молчали, все думают, что Москва, Монагазр. И тогда я открываю газету метро и вижу, что толпа людей нескончаемо идет и подносит цветочки этому Сталину, который уничтожил, да, 80% моего народу. Официальную статистику там, о-о-о, там, снижают они там. Как говорил Балакан Алексеев в книге, да? Поезд еще с Астраханской области не выехал. Уже, говорит, два забитых было до отказа трупов. Вот так, как дрова складывали калмыков, два вагона, да? А они официально было 16 человек погибли. Ну что это такое? Вы что, халим, вы? Как Далай Бакше, как Бурхун учил, Бурхун Бакше учил, сам Будда Шакямуни учил. Подвергайте все сомнения, анализируйте. И итогом хочу подвести, халим, то, что, да, я разделяю вашу борьбу, но бороться надо по-другому, через другие приемы, через другие методы, через другие пути, не насилие. Я за откачевку. Не в разброс, как сейчас уже откачевали большинство молодежи, а в консолидированную. Я сделал свой выбор, а вам решать, куда кочевать, откачевывать. Но спасите свои жизни, подумайте о будущем. Думайте о будущем, не копошитесь в истории, хватит. Я выбор свой сделал, и я после таких слов, как Широклак, Сибирь и Омани Падмехум, да, Бурхун, да, вот три слова мне скажите в телефон, вот любой, кто сюда откачует, Широклак, Сибирь и Омани Падмехум. Все, что в моих силах, я каждого калмыка считаю после Сибири, после Широклак, геноцида, да, считаю своим братом, сестрой. Это моя семья. Нас слишком мало, нас слишком много и много раз уничтожали. Я чисто за 20 век перечислил геноцид. Я не говорю про откачевку, джунгарию наших, а мы уже практиковали это. Я буду помогать до конца за калмыков. Каждый калмык может ко мне обратиться, кто сюда откачевывает. По возможности. И даже вот как раньше традиция была, вот дор джи джо два, да, руку ложили, да, и говорили слова, да, обещания, клятвы. Я до конца за каждого калмыка. Я буду помогать, если кто, как и я, выбор вдруг подумает, что я прав, да, я никого не убеждаю. Но я свой выбор сделал, да. Я опять в конце хочу призвать от насилия холингут. Холингут, будьте выше всего этого. Не опускайтесь. Не опускайтесь до уровня батутом на бутылку. Нападает агрессия. Это не в буддистке. Наша культура, она, ее важно сохранить через наших детей, потому что эта идея не только нам нужна, а не насилие. На таких идеях, как Махатма Ганди, да, Мартин Лютер Кинг. Калмыцкая культура видит традиции на ланды о ненасилии, о том, как ум тренировать, как от страха избавляться. А, еще. По конце хотел сказать про буддизм. Холингут, не думайте плохо о своей культуре родной. Если бы истинными буддистами были бы, да, то есть я вас не осуждаю, потому что советская уничтожила власть в нас, уважение к буддизму, да. Мы отторгаемся, когда о буддизме слышим. Буддизм тренирует как раз-таки свободолюбие. Она тренирует бесстрашие. Отказ от цепляния за землю, за я, за мое тело, за все, за имущество. И мы становимся свободными. Если вы, насилие для меня это слабость. Легко взять по башке, дать человеку палкой, да, гораздо мудрее, сильнее, если мы будем выше, да. Для меня истинная храбрость это не до конца на ногах умирать ради непонятно чего, ради кого, там, ради отстаивания чего-то там, где-то. Для меня истинная храбрость это откачевать и начать с нуля. Я надеюсь, прерыванный эфир не прерывал мои слова. Для меня истинная храбрость откачевать и начать с нуля. Отказаться от привязанности к комфортной зоне. от привязанности, отцепления за то, за что нас наказывают. Это все равно, что как на работе, если с ото-омоновым языком выражаться, босс тупой, да? Самодур, он общается с тобой, типа, я босс, ты дурак, да? Ты же не будешь менять и бороться за что-то, отстаивать. Ты просто поменяешь работу и найдешь в разы лучше. То же самое с землей. Мы кочевники, мы всю жизнь кочевали на Алтае, Джунгаре. Раньше калмыкии до прихода советской власти могли своих лошадей в калмыкии, в Иджилю попоить, да? Погнать куда-нибудь между Олухо, Хуанхо, там, я не знаю, Керулен, там, я не знаю. Везде, по всей Азии мы были свободными людьми. Короче, если подводить итоги, вот, и последнее хочу призвать, да, Халимгут. Вот сейчас опять нас начинает между нами. Не позволяйте этой власти, да, между нами посеять раздор. Не позволяйте себе, да, накручивать на негатив, в обратную сторону накручивать и позитив. Не надо друг другу соперничать, завидовать, верить плохой информации о ком-то. Им это и надо. Мы проиграем, если будем вот так, не едины. Если мы будем клевать, о, там, там, этот такой, вот этот выступает так, ну, лбами нас начнут сталкивать, понимаете, о чем я говорю? Не верьте. Вы же не верили в то, что ваши Ау и Эйджи, они предатели, что они людоеды, что они враги. Ну вот и не верьте, что когда про Халимгут говорят, нас слишком мало, мы одна семья. Мы одна семья, не верьте никому вообще. Даже пускай вся информационная война, все средства массовой информации будут писать плохо. Не надо из-за этого, о, кажется, мы что-то не то делаем. Не верьте. Говорите друг другу только хорошо, только так мы можем. Думайте, все, смыслы начинаются. Не поддавайтесь соперничеству, подозрительности, вот это. Мы, кроме Халимгут, да не... Я вот даже с первого шага здесь убедился, мне только Халимгут помогает. С первого до последнего шага всегда на себя прям берут, квартиру снимают. Халимгут никогда не кидает друг друга. Не надо говорить плохо о Халимгут. Прекратите говорить плохо и думать о Халимгут, культивировать подозрительность, разъединение народом. От того, что о недосказанности начинают вот это, о, там, короче, накручивать. Не надо вовлекать... Я там даже вот услышал, да, такие моменты там. Не поддавайтесь, я прошу вас. Не надо опираться на слухи. Это все специально распространяется, чтобы нас столкнуть лбами. Я в конце подсчитаю молитву, чтобы он и написал, что Мураму хаме толпа. Ханюгут оралан!